привет пуфики пуфики пафики зрители и зрительницы а дети и взрослые на сейчас весна сколько тут цветов зачем это все разнообразие надо зачем это самодеятельность надо людям жить как-то все упростить одинаковые домики койка тумбочка ложка мил миска и тарелка хватит для жизни сколько тебе надо имеешь пропитание кусок какого-то дерьмового хлеба и тряпку на бедренную повязку и хватит с тебя вот зачем тебя машины достаточно или запорожец или или жигули все пошли надо машин зачем это эти кадиллаки зачем эти жигули зачем зачем эти автобусы зачем эти мерседесы ну вообще ну зачем вот это цветы сколько их надо этих цветов ну зачем столько вот сколько надо цветов на это на сирене это это все это все половые органы россии никак не это все половые органы это какое безобразие излишество излишество размножение зачем один цветок один плод хватит размножить на два-три все зачем это тысячи этих возлияний бесконечно эти половые акты зачем это надо излишество одни штаны хватит с тебя если хочешь шорты обрежь будь тебя шорты потом назад пришьешь будь тебе опять штаны все так очень надо сделать унифицировано ну зачем этот ореху такой запахнет другой орех вот машины ездят а домов сколько настроили пятиэтажные одноэтажные зачем зачем это бог это все так усложнил цвета зеленый цвет смотри там красный цвет зачем цвета серый и и коричневый хватит два цвета от серый и коричневый у меня машину они 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 работают на цвета будешь меня загорелся я побежал не загорелся я побежал свет меня показывают дорогу а зачем надо ну к туннель прорыть да вообще иди зачем зачем это все вот люди пишут объявление им что-то надо доска объявлений вот и работа на воробництве зарплата 30 тысяч зарплата 20 тысяч зачем тебе работать зачем тебе эти деньги зачем тебя вот это без безобразие сколько столько же яблок не будет дерево не выдержит смотри рука цветов а она же не выдержит зачем она вот это так надымается кайфует у него сейчас секс-период ждет чего дерево получает удовольствие цветов люди смотрят и наслаждаются ну это будет скромным быть реально нельзя поскромнее не выпячиваться где-нибудь один цветок выпустил чехлом накрыл никому не показываешь и вот это все это зачем дома это скажи зачем бог тебя родил зачем столько людей два праведника два порядочных человека тысячи миллионных грешников но зачем это надо этих миллионных грешников бог им дал жизнь какой-то бог неразумный зачем он дудит трубу а тут лампочки смотри там лампочки зачем лишних лампочек там горят там просто магазин они кому надо день зачем они светят они украшают жизнь ой зачем эти излишества имеешь одну заколку и приколку их будь доволен этим молоко пей сырое а тут коктейль а тут делают коктейли с молока холоднее напием зачем эти коктейли кофе вам латте капучино макачино что вы изволите блин ну цикорий завари запарь ячменный напиток зачем тебе это капучино макачино ты шо с ума сошел да надо все упростить простота во христе не надо а болезни сколько раз их ёлы-палы на хрена столько болезни остеохондроз хондроз и прочая прочая холера холера там шуча гриб птичий конский конский гриб и еще какой-то еще какой-то фигня кстати я подхожу в двор где я раньше жил там я вот жил я долгое время своя молодость была в этом дворе проходила мое детство березов лишь береза это мы и осадили он покидел береза вещь это был тут раньше 2 это народа тут береза лишь береза это береза мы садили берез она до сих пор все она вся ободранная там короче ободрана растет а вот мой дом вот я жил в этой квартире на первом этаже тут нас был палисадника заборчик ну вот мой дом 48 дробь 59 вот вот тут был так этому этот школа школа познакомьтесь школах которой я учился учился школа через дорогу вот дом в этом доме же вот школа через дорогу вот я ходил в эту большую школу красную школу я пройду через этот двор люблю поностальгировать это понятие как дрожить но другое поностальгировать мой двор то совсем другие люди живут никого с моих знакомых уже все убиты пропали без вести в тюрьму тюрьмах сгнили кто-то где-то вообще забомжевал исчез вот этот двор один дом 103 дома таких у нас была такая компания тут были и мы воевали тут другими дворами вот гараж там один мой батя строил гараж так он стоит до сих пор мы сюда переехали в доме сижу ну тут тоже есть красочно свой парк в сарае сарае вообще вы сейчас увидели мою часть моей жизни до 4 вдруг дурот захотел поделиться счастью моей жизни вот это дерево не помню это нет свежая и вот зачем эти все излишества переезды разъезды каштаны столько много этих каштанов выкидает их мусор зачем такой разнообразия зачем тысячи проповедей люди сочинят это другую двор из аржи как были так и есть вот тут жил в этом доме известный еврейский проповедник игорь шрайбман сейчас живет в израиле не 5 детей было сейчас может еще есть вот так как то я живу пойду я этим двором тут я тоже провозил время тут даже остались еще турники вот турник и на него ходил тут нет нету турника это не турник это для боговров сделали вот а тут были на этой площадке смотри тут были домики дачные дачные домики но решили потом дом большой построить их снесли и тут уже на десятилетия 20 лет мусорник мусорник лишь убрали людей пообещали им что-то по освободили площадку чтобы построить тут большущий дом но ничего не построили хотя тут построить ашан тоже освобождают были ларьки торговые гаражи дочистили до до упора осталась сильная сторона рожей там где мы жили и вот эта площадка кто-то решил построить но не построил людей выселили какие-то коробки а у них были садики тут были палисадники а я здесь по центру туалет стрёмный халабуда это все разруха раздолбанная разрушена в туалет конечно запах вы не передает этих эмоционально туалет какой-то стримный на замке для кого сделали туалет на замке не знаю чтобы люди обсырались есть платный и вот эта площадка уже стоит годами хотели построить не построили как царство божье люди хотят построить царство божье никак не построят все планы не подходят все тему не за никак не заговорятся чтобы эту тему загнул замутить согласиться какой же вы царство божье строим и все пока здесь а в том доме меня жила как бы третья любовь это может она меня увидит лариса такая была одноклассница там она жила в этом доме там пятиэтажки и там я когда ты на эти зайчики поскалываться к нам что-то с дуру не чтобы познакомиться по-нормальному ну как молодой не значит и показывал пускал зайчики зайчики в окно брал солнечный день думал что она там дома увидит но так я с ней ни разу не целовался да это печальный незаконченный опыт да как бы так так если ни разу не целовался вот печально как можно любить чтобы человека мне не замутить я как это выжить на извращенцы но на меня насрать как я выгляжу посмотрите на себя как вы выглядите хотите и не делаете лучше человек который хочет и делать чем тот который хочет и не делает 100 процентов не важно что он просто дерзкий он он живет они просто боятся не сделать как чем не вышло вот это разнообразие должно быть ребят разнообразие должно быть разнообразие должно быть что там пишите непонятно немножко так делаю ярче экран сюда пригласите вдруг анатолий свистунов но один единственный человек который меня смотрит пока ни одного лайка не вижу ничего комментарий не вижу извините вот еще один двор там был пятиэтажка мы там дружили а сейчас я тут зайду на работу вот я обслуживает этот базар занесу бумаги может уже никого нету конец дня но пройдусь вот увлекательная тема да нечего там посмотрите на приятно бывает таких как бы стандартная форма которая проповедует диван ли такое будь таким как это чучело будь таким как этот пластмассовый идиот вот тебе фаус резиновый вот тебе насладись им какая-то херня добрый дня добрый дня все уже закрываете меня а я могу передать бумаги зараз 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 я отримал бумаги сейчас секунду тут не то пиздно шофей вот это ваша да все то дякую да 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 арно вам дня все еще за его проверим вот что места есть люди на пополам тун 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 хочешь быть таким человеком недорубка ну потому что тебя людям нравится только твоя жопа по сути остальное не нравится людям нравится только твои физиономия но только не говори только не надо говорить не портим настроение и так люди любят частично вырезка вырезка есть сайты такие там ну так идешь категория большие попы или большая грудь или еще какая-то длинные ноги там или там оргия они выбирают уж именно нравится частичные вещи вот тут даже охранник стоит нифига себе сейчас я добрый дня уже на месте перший раз бачу охорону что у вас тут ищи я все обслуговываю безобразие серьезно сейчас придется просит что там бумаги ищи там сами поломали может там сель поток у вас все добре все тут надо здесь помнивать все бумаги и записи не жалуются тут робите то что он пропадала вера было как разнообразие должно быть чем у тебя есть только 15 минут на фавор с резиной потом действует только протокол покажем безобразие можно до вас носить на секунду этом кнопку нажму запрос рублю сигнализацию я купить а у вас у цвета у брошу так а не добра . у меня такая работа еще два прибора я так я пишу туда до побачення я послуговую такую фигню резиновый фалос конечно я не знаю я не пробовал резиновую женщину не хочу лучше какая безобразная ножевая так это проповедь не для слабоневых это проповедь для взрослых людей вот это мне нравится можно сфоткаться смотри какая красивая она запечатлите нас вдвоем да прикольно да но есть так так еще мы идем дальше идем да о чем мы до старик это красиво обычный размер обычный размер но тут 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 нет все так вроде нормально только головы тут не хватает головы не хватает но и она и она реально резиновый пластмассовая ну реально не стареет не кричит нет мне диков никаких вот такие резиновые женщины часто пытаются быть их воспитывают в церковных кругах чтобы они были какие-то такие резиновые пластмассы довольными молчаливыми не реагировали вот чуваку уже горло перегрызли смотри чуваку перегрызли даже такому горло перегрызли это бывает даже мужикам похуже ну это вообще прикольно в штанах женщина в штанах у вас классный эфир будет ставим лайки ставим лайки ставим лайки и женщина а что вы продаете ну что вы продаете букет букет для кого ну у вас есть для кого не берите дивитесь какой а можете сказать у меня тут прямой эфир что гарного в житве вы бачили в коханье вы упали в коханье в житве я что вспомнил слушайте я не вспомню хорошего ничего ни разу сиротою сирота вас кинули я кинули батько погиб на фронте а нас было четверо у матері вы представляете как мы жили тогда в тех годах а мать другого дядька не нашла чтобы жить нет другого не нашла и не хотела а и вы так прожили одно а я одна сейчас человек умер а я одна а он вас счастливым не сделал нет не сделал абсолютно любил горилку горилку выбил бачу горилку да не пишет на что вы запишите я вам дам пару гривен в кармане тут спасибо все гарного дня спасибо дякую вам за такое слово ну вот так вот наш короткий интервью люди прожили все жития несчастливые фронт убили сирота просто триньдец кто себе придумает войны чтобы вы повиздыхали что вы зарабатываете на этих войнах чтобы вы повиздыхали ваши кишки были на заборах на гилляках чтобы вас черти всю вечность мучили вси кто придумает войны чтобы вам повиздыхали вот слов немае людям людей скиг покалечили жития споганили и какие вы одни живете богатые та им все страдают вот суки а какие тут двери двер а так тут трошки посижу дитячий майданчик одни жители и один человек вот тут дитячий майданчик и и и и это очень редко чтобы отец выгулял сына чтобы они отец и 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 их и 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 а и пишите на и Да, все, то есть такая комедия, что бы я хотел, но я бы даже, по-моему, а у меня есть гроши, у меня есть гроши, может мне выпить пиво сухое, я сейчас, наверное, куплю себе что-нибудь. Я буду разрушать ваши стереотипы, ну реально, как это, диры, это что такое, пиво, что-нибудь такое, оба-на, ага, пиво разливное, да, есть? Не, не, я таки в баночках, тоже в баночках и бутылочках, а не, не хочу в баночках, вообще не хочу в баночках, ну разливное, тут не продают где-то разливное, да, даже не получилось, мне даже купить пиво, баночку, бутылочку. Сейчас, 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 сейчас я где-нибудь замучу. Да, гулять так гулять, работать пока есть заряд телефона, гуляем так гуляем. Что тут такое? А детский сад? Угу. У нас есть 6 штук, сегодня у тебя вбиватель. Так, 6 штук. Можно? Какой-то детский магазин, слушай, нет, какой-то детский магазин, надо идти назад. Где же тут можно взять? Взять какую-то... Ах! Как это все тяжело. Эх, все тяжко. Сейчас идем сходом, поддавимся. Длинный самый эфир получился. Капец просто. Даже не мало. Доброго дня. Да. Вставайте ему. Грамм 210 штук. Угу. Угу. Да. Тут такого тоже немае. Тут такого тоже немае. Блин. Тут такого немае. Подчекайте, подчекайте. Тож какая-то нигде. Ммм. Та-рам-там-там. 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 Блин. Давно такой не рабил. А тут надо что-нибудь защитить. Да. Интересно. Та-рам-там-там. Какой-то кошмар. Амбалонь. 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 Та-рам-там. Та-рам-там. Так. Та-ам-там. Сломай вот это. Я люблю такое. Трава мне надо. Все. что мне еще надо. разнообразие еды ходит он три сухарика как буракина возьмите три сухарика и не в морочке никому голову да купить а хриф сурма и так дальше ну не получилось раздумай а а и 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 а я таких автоматах рассчитывать речи что вы закрываете на кассе в машке кучка задержка на кассе пишем пишем да то еще тут смотрит никого нету но пишите в а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok нечем говорить не о чем больше говорить вот как-то печальная картина я прихожу смотри какая у нас есть хорошее заведение какое гарное заведение читать реально если вас есть дети сдавать их сюда вас научат говорить по-канадски петь по-канадски жить по-канадски освета будет безо канадского так вычиняйте о дякую пока пока не я себе я сейчас бумаги залезу на рыбе и дядька садись помыхайте рукой в прямом эфире он счастлив меня видит я пришел бумаги отдать а гроши будет потом а я возьму с тобой там здесь на лавочке я не знаю а надо я там в лотари секретарь там же то ли шок то ли то ли хозяин фильм дать дать их дел подписывать бумажки лучше стало сухой ваша женщина тут теперь есть не хочу скотерку поселили ну как это женщина завелась где-то тут 10 хавайте к из бабу уютнее стало разно я таки женщина приносит жизнь кто-то влюбилась видно да таки разговоры у нас вот такие нас беседы сейчас зайдут отдам бумаги школа она такая как бы это школа мать школу все повезли стаканчики там квитки растут и там арно арно учиться ваши виды чего из горных школах экстребас початку рубить артель 1 1 1 4 нету добрый дня я там я вам бумаги отдам да глядите да дали пайда мне работа таки гарни люди девчана просто капец армер гарни интернет . так пиши что-нибудь она порадует у меня да 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 ты прав лайк ставить дурные мысли чтобы не лезли в голову конечно будет 5 книг и не знаю меня есть вопроса на месевых учеников да надо нужно на улице выходит Папа! Так, мини-акт и я зараз вам представлю, кто ледит меня. Доброе утро! Добрый день! У меня у вас питание, можно? Даже на камеру примирю, я говорю о любви. У вас тут детей учат кохание? Ну, если по трое детей, например у меня, то, наверное, учат. У кого-нибудь кохание. А где вы учились? Я в пятой школе училась. У вас трое детей даже мало. Не-не, достаточно. У меня нервовая система не работает. А это первая вещь, что люди должны учить кохание. Часто люди не понимают, что оно такое, так и живут, как мочалки какие-то. Не-не, у нас тут все равно с коханием. Все равно. Доброе. У нас все равно с коханием. Да. Да. Ну, что тут еще? Кто что пишет? Такая погода красивая. Весна красная. Кохание. Так. Надься в кнопку и все равно все равно будет. Доброго дня. Натисни кнопку и будет все доброе. Ну, таки справа. Это у меня самый долгий эфир. Мы побывали на деяких объектах на работе. Но я не про что не думаю, я думаю про коханье. Про коханье. Коханье за все. Дуже рада бачить вас. Чего вы так бегаете? Я там маю кнопку нажимать, чтобы дядя заходили. А про что вы мрієте в этот час? Я пишу, что прошу. Примогу. Только что мы после поветряной тревоги. Ну, так. А как бывает так? Один раз после поветряной, другой, я думаю, что даремно не прилетело. Даремно это было. Слава Богу. Не бывает такого, нет? Нет. Слава Богу. Вы маете надею на звезды доброго. Ну, то свистнишь. Если я могу ответить, то я маю надею на майбутненьких детей. Слава Богу. Я рад за вас. Я тоже маю. А мы, мои дети, двое в... В Украине? В Украине. В Украине. Ну, она была одна. Слава Богу. Да? Там, наверное, одна замешла, что за Украинской. В Украине тоже. Ну, так, поки тут можно жить, что-нибудь. Тут инший свит. Да, да. Это дякую. Да, дякую. Так вы побыли земной. Инший свит. Все по-домашнему, как говорится. По-домашнему. Так. Да, тут даже... Тут даже не цей. Нема, где прозаховаться. Посидить, чтобы никого не искушать. Никого не искушать. Пойду я на лавочку. Слушай, там лавочки есть на волейбольном? Да. Нема? Где тут можно, чтобы никого не было? Хочу пиво. Пить, так же не буду. Там нема, да? За этими блендиками. Нема. А там такая дескоплофадка есть. Ну, там есть на шусисти, да? Там есть. Все, ну давай, я скажу. Так, пришлюю. Пройдусь по газонам. По газонам. Мне тут подобается. Есть. Люди бизнес сделали для того, чтобы... Чтоб было. Хо-хо-хо-хо. Ай, какие зонтики. Зонтики, зонтики, зонтики. Зонтики. Вот такие справы. Вот такие справы. Вот ведь. Ёлки-палки. Ёлки-палки. Вот я сяду. А я сяду в кабриолет. И поеду куда-нибудь. Ты туда, тебя здесь нет. Я сюда, а там уже про меня забудь. А я сяду в кабриолет. Не-е-е-ет. Да. Ну шо. Продолжим си недолуги и сир. Про гарни новиня. Ты знаешь, оно смачное даже. Смачное, такое яблочное. Какий присмак такий гарный. Пиво специальное. Спыльно. Для чего специально? Специально смачно. Короче. В чем, в чем, в чем суть? Божье разнообразие. Люди хотят унифицировать и покорить. В однообразии. Все идиоты стремятся к тему. Унифицировать. Все сделать одинаковым. Чтоб страны были одинаковые. Чтоб было, как у них, дерьмо. Везде. Вокруг. Вот такая фигня. А Бог богатый милостью, великолепными благостями и возможностями. Насадивших триллионы разных видов растений и животных, имеющих разные архитектуры и океаны и моря, озера, горы, пустыни. Кому же нравится. Чтоб люди жили в этом совокупности совершенства, разнообразии видов. Ну, почему-то, почему-то люди это делают все до уровня гробов. Доводят человеческое совершенство до уровня гробов, как священник говорит. Вы рабы, крашеные, знающие Бога, которые должны были представлять Бога. Ихнее все это представление сделалось тем, что Бог назвал их гробами, крашенными. Почему-то слово Божье в этих лукавых людях, оно превращается в какую-то отраву, яд, буква. Убивает яд, окрава. Гробы, гробы крашеные. Хорошие пьем. Чьё оно? Не знаю. Да, такое. Не понял. Витки вон оно. Ну, давайте, пишите что-нибудь, Анатолий. С Росузов есть древний рецепт яблочного пива. Это как-то с шишками, написано изерцом. Ну, реально оно вкусное. Да. Андрей. Вот соло какой-то. Как вот прожить в этом жизни и нигде не участвовать? Как пройтись через праздник и не потанцевать? Как пройтись через оранжерею и не понюхать цветы? Как жить на этой земле и не полюбить какую-нибудь красавицу? И не размножиться? Как это возможно? Многие от себя отказывают во всём. Что бы что? Я думаю, это тоже какое-то искушение. Они отказывают от себя во всём и ничего не получат. У меня такое предчувствие, что люди, отказывающиеся себе во всём, они вообще ничего не получат. Кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, тому отнимется даже то, что думает, имеет. У меня такое дикое предчувствие, это как искушение. Ты отказался от всего ради Христа. С какой-то смыслом. Люди просто отказываются от всего и думают, что ради Христа. А там же, чтобы ради Христа, чтобы приобрести несравненно большие силы, власть, чудес, чудесные жизни. Вот это во Христе. А люди просто отказываются от всего и даже не понимают, что это значит ради Христа. И вот этого, что в нём. Типа отказался, но ничего не принял, что должно быть во Христе. Ты понимаешь? Это такое безумие. Это какой-то идиотизм. Оторвался с земли, до неба не достал. Скажи, как вот, как с этим быть? А что ты приобрёл? Что вы приобрели во Христе, по-настоящему? Кроме того, что вы толкуете, читаете Библию и на свой манер её объясняете. Ну, покажите, что ты во Христе имеешь. Вот грешник может сказать, вот, я вот решил, у меня Мерседес, машина, бабы. У меня там аэропорт свой. У меня тут своя система. Моё собственный Фейсбук. Я имею весь Фейсбук. А мой Телеграм. Понимаешь, кто-то может им это всё иметь. А ты во Христе, что ты имеешь? Я имею кучу страха, кучу предрассудков. И реально, я хочу посмотреть, что ты имеешь. Что ты имеешь? Что ты можешь? Можешь заугрузить людей. И вот там молодые дети, чьи-то дети. Вот они имеют своих жён, у них, получается, дети. А вы? Вас имеет сам Бог. Что вы родили для Царства Божия? Что вы смогли родить? Ну, реально. Что ты родил? Кого ты родил? Отношения с женой проявляются. Да, беременность, есть плод. А у тебя отношения с Иисусом Христом на выходе что? Что на выходе? А ну, яви. Должно что-то быть. Какое-то, если ты с ним с тобой купился. Понимаешь? У тебя должен быть какой-то плод. Тут дети набежали. Нельзя мне пиво пить. Капец какой-то. Чуть-чуть осталось. Неприлично. Вот и самый длинный эфир. Со всех эфиров. Вот это разнообразие. Так, посмотришь, кому это надо? Взял и пришел к косаре. Скосил эту всю траву с цветами. Взял однообразную зелёную лужайку. Одного уровня лужайка. Всё, цветов нет. Ничего нету. Одна трава растёт. Лес выкосил. Одни пеньки торчат. И людей. Есть только одна национальность. Евреи. Всё. Других национальность, это не национальность. Уничтожить, спалить. И убить, и разрезать животы всем беременным. И кончить этих младенцев, недоразвитых. Чтобы никого не осталось. Только евреи должны зажить. Только евреи. Была одно время такая эпоха. Но потом что-то произошло. Нет, так не будет. Есть люди, которые научились жить. Которые оценили это всё. Оценили и что-то начали творить. Я думаю, в этом смысл. В этом смысл. Люди начали творить. Почему? Почему? Почему начали творить? Я даже не знаю. Вот и не начали жить. И когда Иисус пришёл, они откликнулись. И они пошли с Ним. А те, которые берегли себя, хранили себя, они стали гробами крашенными. Получившие ключи и двери открыты им были. Они что-то это познание привело, стали гробами. Вонючими. А те, которые просто научились жить. Они вошли в царство небесное. Кто научился жить здесь, будет жить дальше. Кто игнорирует эту жизнь и томится, тот, наверное, не достигнет ничего. У Бога есть много таких, я так понимаю, камней преткновения, чтобы отсеивать дураков. Ну, нафига не надо, чтобы они тут, они так воздерживались и там. А в итоге стали гробами, что тут, что там. Зачем? Вот и все. Ай, хорошо. М-да. 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 Без Германии и без мопеда. Ай, ты отдаешь. Ух ты. Понятно. Я буду помочь? Нет, там это уже. Там же он залпалит. Давай я тебе помогу, если надо. Вот. Без Германии и без мопеда. Ну, я наебалю. Наебалю. А, меня опять обманули. Как ты с этим живешь, скажи? Как ты с этим живешь, Айнатолий? Ха-ха-ха. Вот ты мне вот это починил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тьфу. Да. Ха-ха-ха. Я представляю, что из кого-то в голове там мурашки дошлилились. Тараканы забегали. После этого эфира у конца вот сейчас. Реально вас там протрусит, трусит сейчас начинать. Трусит, трусит. Вас растет как на дрожжах какое-то возмущение. Я думаю, это вам поможет. Да. Дайте ему прорваться через вас. Дайте выпустить вот этого джина. От своего поработителя из себя. Пусть порвутся путы ваши. Пусть прекратятся ваши вот эти вот стереотипы порвутся. Стереотипы. Стервотипы. Которые вам стервозно просто ограничивают ваше все. Веру, жизнь, все. Ваши стереотипы просто ограничивают все полностью. Не, некоторым надо ходунки. Некоторым надо ходунки. В чем ты? Ну, ведь жить здесь нет. Ты просто... Да, самое удивительное, это как анонизм. Сам себя вдохновляешь. Сам себя ограничиваешь. Сам с тобой живешь. Сам пью, сам стелюсь, я сам лягаю. Сам. И никогда не участвуешь. Бог говорит, соединиться с Духом Божьим. Соединиться со всемогущим вот этим всем. И друг с другом. А вот это, знаешь, сам себе порешал. Сам себя придумал. Сам себя ограничил. Сам себе просто какой-то идиотизм. Реально идиотизм. Сам себя все сделал. Сам решил. Сам придумал себе Бога. Сам в Него уверовал. Своего Бога. Сам в Него веровал. Сам себе решил, что это откровение придумал. Это было от того твоего Бога. А потом реально обосрался сам Обосрался и говорит Блин, а что это было? Это очередное откровение Обосрался Ну так происходит тут вот здесь События с Вовой Шулькиным Вова Шулькиным, привет Обосрался, нет еще, не признается Реально уже всем воняет, а он не признается Вова Шулькина обосрался Со своим Богом С этим своим откровением Реально скоро с ним Вообще может все разрушиться И семью потеряешь Со своим Богом, придуманным Со своим откровением Ну реально это будет Все будет плохо Зачем тебе это надо? Зачем было тебе это надо было? Как-то так идиотически Прочитал про Бога Придумал себе его образ Вычитан из Библии Как понял Живешь по понятиям Которые сам себя истолковал И живешь В послушании к Богу Которого сам себе вообразил Вот эта жизнь Придумал Люди Придумающиеся идолов Становятся подобные им Такие же никчемные Беспомощные Нуждающиеся, чтобы их носили Спонсировали И как-то помогали жить Деревянные придурки Конченые Поленовые Хреновые Не человеки А просто Просто Дуб Дерево Вообще Трухлое Не надо ничего и придумывать Надо принять Такого, как у Бога Как есть Принять Жить в свободе Реально Это было Откровение От пьяного Вокса Ставим лайки Подписываемся Да, да, да Все теряют Наоборот Обманули Развели Какие-то Ушлепки Подобные Шульгину Ужаленные Собственным Воображением Придуманным Собственным Богом Придуманным Воображенным Откровением Теряющий В конце может потерять Всю семью Детей И продолжать Блеять Как козел Что он Богом Вадим Собственным Ну реально Беспомощным Беспомощным Сам себя Помочь не может Знаешь Какой ты Бог Если ты сам Себя помочь не может А Иисус Себя воскресил Вы меня убейте В третий день Воскрес Нет проблем Ничего Какие проблемы Для меня Нет проблем Для меня Вы меня Разрушь храм Моя В третий день Воскрес Строит вайландскую Штуку Да Да Это все так интересно Сейчас вопрос Как мне жить Как хочешь Так и живи Все Ай молодец Анатолий Ты в точку попал Дайте мне денег Дайте мне денег Я вам еще расскажу Придумаю Новую историю Про своего Деревянного идола Которого я влюбился И вы влюбитесь Да Это напоминает мне анекдот Знаешь Такой тупой анекдот Когда пришел Мужик В публичный дом Говорит Ну у меня только один доллар Денег больше нет Есть что-то для меня На один доллар Тут А этот еврей был Говорит Ну как Один доллар Тоже деньги Хорошо Говорит Рейс для тебя Бревно с дыркой Пойдет для тебя Ну и пошел Короче Начал каждый день приходить По доллару По доллару Ну уже это Полгода ходит К этому бревну Ну Потом говорит Вот Приходит Через полгода Ну уже Прошел там все По доллару Платит регулярно А этого еврея Задолбал Этот козел Говорит Ну вот Теперь Тут пришел Бревно без дырки Говорит Что такое Что случилось Что бревно без дырки Говорит Ну как постоянному клиенту Вам сегодня Презент Целочка Ну так Целочка вам Долбисам дырку Козел Вот на этих На этом Втором Анекдоте От пьяного Вокса Запишите Вот анекдот Так вот Бывает с Богом Люди ходят Долбятся В эту дырку А потом Бога надоело Вы Вот это Вы долбитесь В эту дырку Себя придумали Идолов Придумали себе Бога Из книжки Вычитали Ну Какого-то Вот Взяли Лоскуты Повырезали С моего Платья Какого-то Сообразили Себя Кусками Вот это Мне нравится Это нравится И такой Уродливый Бог Какой-то Приемлемый Для вас И долбитесь С ним А потом Придете Там дырки Нету Долбитесь Сами Так что Перестаньте Быть Долбоебами Вот так На путь Свет Пьяновоксы Не будьте Долбоебами Все Все Всем пока Это была Хорошая пропия Длинная Конечно Длинная Если кто-то Не понял Начинайте Слушать Сначала Да Всем пока Так А как Ее Завершить 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 Завершить